Накануне стало известно, что первые Мига-35С готовы для проведения государственных испытаний. Однако зачем России понадобился еще один истребитель поколения 4А+, и не станет ли он конкурентом для Су-35? Новый самолет является дальнейшим развитием легкого фронтового истребителя Мига-29. В свое время последний заслуженно считался лучшим в своем классе. Стоит отметить, что Мига-35С сумел сохранить легкость своего предшественника и весит всего 17,5 тонны. При этом в плане скорости он прибавил значительно 1400 км в час у Земли и 2400 км в час на максимальной высоте в 17,5 км. Самолет получил современную авионику, бортовую аппаратуру РЭП, фазированную решетку и 10 подвесов для широчайшей номенклатуры вооружения. Добавим сюда сверхманевренность и получим лучший в мире многоцелевой истребитель для всех типов задач. Что касается конкуренции Су-35, она исключена. Сушка необходима для сопровождения наших дальних бомбардировщиков, ударов в стратегическую глубину позиции противника, а также прорыва сильно укрепленной зоны ПВО. В свою очередь задачей Мигов станет захват и удержание контроля неба над полем боя, поддержка с воздуха на передовой и удары по целям в ближнем тылу. Впрочем, это не значит, что наш самолет не станет конкурентом для зарубежных крылатых машин. Экспортный потенциал МиГ-35С огромен, а цена составляет всего 45 миллионов долларов. Для сравнения F-16 в схожей комплектации, F-A-18 Super Hornet, Eurofighter Typhoon и Desseltrofail обойдутся покупателю в 68, 75, 120 и 130 миллионов долларов соответственно.